В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Решаем проблемы напрямую. В шестом микрорайоне прошла встреча с населением в формате выездной администрации. Мой вопрос, который я задавала год назад, был решен положительно. Я очень довольна. Научить учителя в Виновской гимназии прошел форум молодых педагогов. У нас еще не так много опыта, поэтому форум – это отличная площадка для того, чтобы этого опыта набраться. Тактика специальные учения состоялись во Дворце спорта Видное. Сотрудники отдела невезонохраны группы задержания отработали очень четко, схважинали. В Москве прошел первый региональный просветительский форум для органов местного самоуправления Подмосковья. Он состоялся на площадке Общественной палаты Российской Федерации и объединил более 120 участников – представителей муниципальных образований Подмосковья. Организатором форума выступил Совет муниципальных образований Подмосковья при поддержке правительства Московской области, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и общественно-государственной просветительской организации «Российское общество знания». Муниципальные служащие – это некоторым образом универсальный солдат, который должен сочетать в себе и хозяйственника, и политика. И поэтому мы констатируем, с другой стороны, значительный кадровый голод, кадровая недостаточность. И поэтому образовательные процессы, происходящие, возможности или готовность, желание учиться, они будут в огромную помощь для работы на местах. Повышение квалификации муниципальных служащих и всех работающих в муниципальной команде – это одно из основополагающихся условий для того, чтобы успешно развивался регион. Также Алексей Спаский прокомментировал появление новой премии служения, которая будет присваиваться представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Мы довели до наших коллег в территориях, а возможность участия в такой премии с своей стороны обязательно посмотрим и выведем одного, двух, трех кандидатов, самых, на наш взгляд, достойных, заслуженных и проявивших себя в благо Малой Родины, наверное, так. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин, посетивший форум в составе делегации нашего муниципалитета, отметил необходимость изучения современных тенденций в сфере муниципального управления. Такого рода обучающие семинары, мнения, взгляд со стороны, практики муниципальные, скажем так, более какие-то современные – это очень важный элемент в нашей муниципальной службе, в нашей работе. Лекторы и участники форума затронули темы геополитики, медиаграмотности и профессиональных навыков. Мы благодарим президенту. Удобство заключается в том, что жителям не нужно ехать на прием в администрацию. Встречи проходят вблизи дома. Разрешается ситуация. Вот когда так глаза в глаза, то как-то это делается быстрее. Это делается конкретно вот в адрес. Адресная такая работа проводится в адрес человека, который пришел со своим вопросом или со своей проблемой. В открытом диалоге каждый смог задать вопрос заместителю главы администрации округа Татьяне Квасниковой, а также пообщаться с медицинскими работниками Розой Явлоевой и Валентиной Борилла. Здоровье всегда остается темой, волнующей каждого. Встречи с жителями проходят для того, чтобы дать информацию о возможности, например, лечебного учреждения. В частности, я могу представить информацию по детской поликлинике, какие у нас есть специалисты, какие виды обследования, помочь с теми или иными вопросами. Хочу задать вопрос по поводу новой поликлиники, потому что людям некуда обратиться в очень перенаселенные районы и хотелось бы, конечно же, знать, когда ведут в строй новую поликлинику. Жители воспользовались возможностью, чтобы выразить благодарность как руководству муниципалитета, так и медицинским работникам за оперативное решение каждого вопроса после подобных встреч. Мой вопрос, который я задавала год назад, был решен положительно. Я очень довольна. Встречи с администрацией в выездном формате на этой территории проводятся не впервые, но каждый раз приносят свои плоды. Такие встречи именно с жителями будут проводиться теперь на постоянной основе, соответственно, во всех территориальных отделах. Более 20 человек смогли получить консультации по своим вопросам. Основными темами стали здоровье, ЖКХ и проведение работ по благоустройству. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Московской области проходит ежегодный форум молодых педагогов. В программе выступления победителей конкурсов, открытые уроки и мастер-классы от учителей с многолетним стажем работы. Одной из площадок для проведения мероприятия стала Видновская гимназия. На форум Видновскую гимназию приехали более 200 учителей из разных городов Подмосковья. Энергичные и амбициозные, только начинающие свой путь в нелегкой, но одной из самых важных профессий. Здесь я принимаю участие, потому что здесь я принимаю опыт у коллег. Здесь у нас есть также победитель 2019 года, тоже на областном уровне. И вот мы с ней будем обмениваться опытом, но и в том числе посещу мастер-классы, чтобы узнать что-то интересное и новое для себя. Площадка выбрана не случайно. В нашем городском округе ежегодно наше педагогическое сообщество пополняется большим числом молодых специалистов. И действительно в начале становления их профессиональной деятельности очень важно поддержать их, помочь в профессиональном становлении. Чтобы поддержать молодых специалистов, ежегодно Министерство образования Московской области устраивает мероприятия для учителей, только приступивших к работе. Может не всегда в вузах у нас еще уделяют внимание именно методике, практики мало. Вот сейчас очень много изменений происходит и в преподавании, и в вузах наших педагогических. У нас их сейчас теперь два осталось. Первый год работы в школе для любого педагога становится настоящим испытанием. Учитель математики Видновского художественно-технического лицея Ксения Белогурова признается, что на начальных этапах много сил и времени уходит на то, чтобы разобраться во всех нюансах. У нас еще не так много опыта, поэтому форум – это отличная площадка для того, чтобы этого опыта набраться, чтобы наши коллеги поделились какими-то, возможно, интересными методами и приемами обучения, потому что мы все работаем на то, чтобы наше подрастающее поколение становилось лучше. В форуме участвуют опытные наставники и лауреаты педагогических фестивалей, готовые поделиться своими знаниями. Мария Хачатурова из Сергиева Посада, победительница конкурса «Учитель года Подмосковья», преподает русский язык и литературу. На форуме она провела мастер-класс на тему «Как развивать в учениках читательское воображение». Мне, как учителю, который преподает литературу, тем более старшеклассникам, очень важно, чтобы дети любили и хотели читать. Но, к сожалению, в современном мире, благодаря гаджетам, благодаря цифровизации, наши дети практически утратили воображение. Когда они читают текст, он не вызывает у них никаких внутренних глубинных ассоциаций, поэтому читать им, конечно же, скучно. На мероприятии молодым специалистам удалось обсудить многие вопросы в сфере образования, познакомиться с новыми технологиями и педагогическими методиками, а также пообщаться с коллегами из других учебных заведений Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Таксико-специальные учения прошли во Дворце спорта «Видное». В рамках мероприятия отрабатывалось взаимодействие полиции, МЧС, Росгвардии и персонала заведения при возникновении нештатных ситуаций и обеспечении безопасности организации. Наша съемочная группа наблюдала за происходящим. По легенде тактика специальных учений в одном из помещений Дворца спорта «Видное», расположенном рядом со служебным входом, обнаружен подозрительный пакет. Пока оперативный дежурный оповещает экстренные службы, в заведении объявляется эвакуация. Во время эвакуации пользоваться радиостанциями и мобильной связью запрещено. Повторяю, эвакуация в сторону главного входа, в сторону служебного входа, выход запрещен. Запасные выходы разблокированы и персонал вместе с детьми и взрослыми, которые пришли на спортивные занятия, покидают учреждения. Всего порядка 60 человек. Все происходит организованно, без спешки, но при этом в течение трех минут в здании уже не остается никого. Мама! Мама! Одновременно с этим все подходы к месту, где обнаружен подозрительный предмет, огораживаются. Через считанные минуты появляются бойцы Росгвардии. Они делают предварительный осмотр помещения, докладывают об увиденном и остаются следить за тем, чтобы никто не приближался к потенциально опасному месту. Сотрудники отдела невеснохраны, группы задержания отработали очень четко, схваживали. Данное мероприятие, согласно ПРАНО, администрации проводится на регулярной основе. Кроме того, у нас самих проводятся ежедневно такие тренировки. Теперь к тактико-специальным учениям подключаются кинолог с собакой, которая специально натренирована на обнаружение признаков взрывчатых веществ. Несколько раз мохнатый следопыт проходит мимо пакета, но опасения не подтверждаются. Собака понюхала подозрительный предмет, ничего не обозначила, соответственно, это означает, что подозрительный предмет не опасен, то есть взрывного вещества в этом предмете нет. Всего через 20 минут после начала объявлено об окончании учений. Когда опасность миновала, персонал и спортсмены возвращаются к своим занятиям, а представители администрации округа, полиции, МЧС и Росгвардии собираются, чтобы подвести итоги тактико-специальных учений. Правильность действия персонала – это залог безопасности наших детей. Мы понимаем, что тренировки – это наиболее эффективная форма обучения, и такие тренировки проводятся на постоянной основе. А сегодня была проведена межведомственная тренировка, в ходе которой проверено не только порядок оповещения экстренных служб, но и слаженных их действий. И оценка хорошо действиям службы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Школьники Ленинского городского округа приняли участие в шахматном турнире «Белая ладья», который прошел во дворце спорта «Видное». Побывала на мероприятии наш корреспондент Юлия Стаферова. Ладья – одна из самых сильных фигур, которая перемещается вдоль линий и защищает своих союзников. В 1969 году основали шахматный турнир, который назвали «Белая ладья». Он символизирует силу и важность этой фигуры. Поединок проводят ежегодно среди школьников от 7 до 14 лет. Сейчас он носит статус всероссийского и международного соревнования. В нем приняли участие школьники Ленинского округа. Турнир состоялся во дворце спорта «Видное». Его внесли в зачет спорта «Киада» среди учащихся муниципалитета. Команда представляет себе четыре участника и обязательно в том числе девушка. Для того, чтобы стать хорошим шахматистом, необходимо не только знать теорию, но и постоянно практиковаться. Лучше всего постигать аспекты игры с доставником. Судья турнира Анна Синицына напутствовала участников соревнований. Я желаю всем не спешить за игрой времени. Достаточно проходить творчески, фантазировать и находить интересные комбинации. Иван Тимофеев, несмотря на свой юный возраст, играет в шахматы уже на протяжении года, а также участвует в разных турнирах. Я очень рад быть во дворце спорта и участвовать в таком масштабном турнире. Шахматист Иван Мазаев отметил большой вклад своего наставника. Мой тренер – Севакул Виктор Борисович. Он очень хороший тренер. Помогает разобраться в каком-то вопросе, касаемо тактики, дебютов, если есть проблемы. Шахматы – интересная и захватывающая игра. Это искусство. Совершенствовать свое умение можно всю жизнь. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok